Добрый день! Мы рады приветствовать вас на канале технического обучения лаборатории Касперского. Сегодня мы расскажем, как организовать сетевую изоляцию ХАСТА с помощью Касперский InPoint Security. Процедура реагирования на непонятные инциденты, возникающие на защищаемом устройстве, предполагает, что одним из первых шагов администратора будет изоляция скомпрометированного устройства от сетевого окружения, до выяснения причин, вызвавших появление этих инцидентов. В нашем примере у организации нет специальных средств реагирования, есть Касперский Security Center и Касперский InPoint Security. Мы покажем, как реализовать сетевую изоляцию компьютера с помощью настроек сетевого экрана Касперский InPoint Security и при этом не потерять возможность удаленного управления средствами защиты через Касперский Security Center. На практике в большинстве случаев сетевая изоляция применяется точечно и по команде администратора. В этом ролике мы продемонстрируем, как реализовать это с помощью профиля политик, который применяется компьютером со специальной меткой тегов. Назначая или снимая тег компьютером, администратор сможет применять профиль, который включает или отключает сетевую изоляцию. В рамках демонстрации мы покажем, как создать профиль политики, настроить его применение по тегу, как настроить сетевой экран в профиле, чтобы он блокировал все соединения, кроме соединения с сервером администрирования Касперской Security Center, как активировать профиль и проверить, что все сетевые соединения заблокированы, и как деактивировать профиль и проверить, что все сетевые соединения установлены. Итак, следующее, что нам необходимо с вами сделать, это создать профили политик и настроить его применение по тегу. Мы с вами подключились к консолю администрирования, к серверу администрирования. Профили политик у нас создаются непосредственно в политике Касперский Endpoint Security для Windows. Открываем свойства, то есть выбираем политику, открываем ее свойства, переходим в раздел профили политик и говорим добавить профиль. У нас запускается мастер создания профилей, мы нажимаем далее и первое, что нам необходимо сделать, это ввести название профиль. Профиль мы пока создаем с настройками по умолчанию. Ввели название профиля и нажимаем готово. Но на этом мастер не заканчивает свою работу и следующее окно, следующий шаг он просит создать правила активации профиля, который вы только что создали. Нажимаем добавить, выбираем первый пункт в списке, говорим далее, не меняем правила применения данного профиля, то есть условия применения, говорим далее и нам необходимо задать тег, который мы будем присваивать компьютерам, на которых будет применяться данный профиль. Ввели название тега, говорим добавить, у нас тег добавился и говорим далее. И последний шаг мастера это ввести название правила активации. Говорим finish. Применяем настройки, то есть вот у нас наше правило активации, говорим ok. Вот наш профиль, который мы создали, он у нас пока еще с настройками по умолчанию, говорим ok. Таким образом мы создали с вами профиль политики с настройками по умолчанию и настроили его по применению по тегу. Итак, у нас есть профиль настроек политик, вот он наш новый профиль, который мы ранее создали. Мы настроили его применение по тегу, но при этом мы помним, что настройки этого профиля у нас дефолтные, то есть по умолчанию. Нам сейчас необходимо задать в профиле такие настройки сетевого экрана Kaspersky Inpoint Security, чтобы они блокировали все сетевые соединения кроме соединений агента администрирования с сервером администрирования Kaspersky Security Center. Поэтому открываем свойства профиля. Переходим в раздел настроек фаервола. Нам надо правило для пакета. И здесь нам необходимо с вами создать будет три правила. Первое правило. Правило, которое будет запрещать любую сетевую активность. Второе правило. Будет разрешать входящее соединение на локальный порт 15000 по протоколу UDP. И третье правило, которое будет разрешать исходящее соединение по протоколу TCP на 13000 порт. Выбираем блокировать и вводим имя правила. Больше здесь ничего настраивать не надо, потому что мы хотим блокировать всю сетевую активность. ОК. Правило у нас появляется внизу списка правил. Как мы помним, правила в фаерволе обрабатывают сверху вниз, поэтому наше правило созданное необходимо перенесить в начало списка. И следующее правило. протокол UDP колящее локальный порт 15000. И давайте ограничим, чтобы не со всех адресов, а только с адреса сервера администрирования. ОК. И опять же поднимаем правило в начало списка. И последнее правило. Разрешающее. Исходящее соединение с хоста на сервер КСЦ по протоколу TCP исходящее на удаленный порт 13000. И опять же ограничимся только нашим сервером администрирования. Итак, вот наши правила созданы. Уже три правила. Два разрешающих, одно разрешающее. Теперь надо сохранить настройки. Говорим ОК. Но прежде чем пойти дальше, нам необходимо в секции правила фаервола закрыть замок. Сделать эти настройки обязательно. Закрыли замок. И сохраняем все наши настройки политики. Итак, мы настроили профиль. Теперь можем проверить, как это все работает. Нам надо перейти на закладку устройства. Открыть устройство, свойства устройства в данном случае Alex Desktop, на котором мы будем это все проверять. Перейти в раздел Tag и назначить этому устройству соответствующий Tag. Применить эти настройки. Мы тут же можем перейти и посмотреть, что к нему применился профиль. В раздел активные профиля. Вот к нему уже применился наш профиль, который обеспечивает сетевую изоляцию. Говорим ОК. Переходим на компьютер. Здесь у нас открыто окно браузера. Давайте проверим, что интернета у него уже нет. Например, зайдем в раздел новости. Как видите, интернета нет. Следующее, что надо проверить, это доступность сервера администрирования. Выпускаем интерфей командной строки из-под администратора. И нам надо запустить утилиту KirlnaginCheck. Давайте запустим ее с параметром SendHorbit. И как мы с вами видим, агент у нас успешно соединился с сервером администрирования. Все у нас в общем замечательно. Теперь надо проверить следующее, что если мы снимем наш тег, то все вернется на круга свои. То есть мы снимем сетевую изоляцию. Переходим на компьютер Admin Desktop. Открываем свойства. Компьютер Alex Desktop. И снимаем тег. Снимаем тег. Переменяем настройки. Вот. Можем сразу посмотреть, что отменился профиль. Как видите, профиль пропал. Говорим ОК. И опять перемещаемся на компьютер Alex Desktop. Вот. И нам надо проверить, что у нас все стало хорошо. То есть просто перезагружаем страницу. Ну, как видите, доступ в интернет восстановлен. То есть сетевая изоляция с компьютера снята. На этом все. Большое спасибо за внимание. Ждем вас на канале технического обучения лаборатории Касперского.